всем доброго времени суток вы на канале ну что свяжем и я оля рада приветствовать всех новичков а также подписчиков своего канала новички не забывайте подписываться отмечайте лайками видео которое вы посмотрите а также нажимайте на колокольчик чтобы узнать когда выйдет новое видео а мои постоянные зрители мои постоянные мои подписчики знают что я сегодня к вам с новым не только узором наш целым изделием это юбочка юбочка универсальная хочу сделать акцент что юбка на любой возраст на любой размер и почему я это вам буду показывать непосредственно в видео что нам необходимо я покажу какие нам нужны будут ниточки нам нужен будет крючок троечка нам может быть такая вот резиночка чтобы мы ее потом ввязали в наш поясочек но и отличное настроение ну что свяжем поехали и так ниточки которые нам понадобятся это yarnart flowers и вид вот такие вот классные расцветка у них может быть начинать от центра либо от периферии в центре виде даже есть такая вот бумажка старт начала и так нам рекомендуют крючок 3 миллиметра мы здесь наберем 3 миллиметра крючочек получается цвет 506 если хотите посмотреть непосредственно картина цвет в интернете да это хлопок с акрилом 50 на 50 250 грамм 1000 метров очень-очень много классно близко подсоединяю видите цвет меняется такой травка молодая но мы будем с вами начинать с периферии то есть не с центра потому что так захотел заказчица убираем с вами эту бумажку и находим краешек кончик наш вот он тянем и будем вязать получается от периферии к центру то есть вот можно поменять как бы рассеточку можно с периферии начать видите да с центра бумажку можете убрать вытащить и начинать центра я вязала из центра у меня есть можете были просто инстаграме пледики очень классные они интересны переходящий цвет очень шикарно получается видите можно с такого начать но мы начнем именно с периферии так цветом такой как травка но конечно не передает почему-то камера передает какой-то другой немножечко оттеночек и так в первую очередь мы с вами будем набирать петельки для нашего пояска то есть будем обязательно начинать от пояса давайте итак набираем первую нашу петельку будем делать эластичный край смотрите 1 2 2 петельки подъема накид и в нашу самую первую петельку вводим крючок вытягиваем ниточку и провязываем одну провязываем одну петельку потом две петельки и две петельки как вытянутый столбик до накид опять возвращаемся к первой петельки вводим крючок вытягиваем ниточку одну провязываем 2 и 2 еще раз накид вот в первую петельку вводим крючок вытягиваем ниточку 1 петелька 2 петельки 2 вот такой интересный набор у нас будет опять в первую петельку и провязываем одну две петельки и 2 петельки и вот так вы вяжете до нужной вам необходимой длины которую посчитаете нужно можно хоть до бесконечности вязать вот такой будет первый наборный ряд краешек получается за счет этого очень эластичный ну прям не прям очень да но эластичный то есть если вы набираете просто цепочку наш никуда не тянется а тут видите раз 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 эластичненько смотрите в дальнейшем то есть вот это вот у вас получается начало вашего поиска до схематично ваша юбочка и вы набираете в длину ваш поясок сколько именно вам необходимо сантиметров но берите с запасом потому что потом же резинка еще будет то есть она получается естественно что уменьшит ваш поясок вот то есть посмотрели приблизительно рассчитали пропорционально сколько вам необходимо будет ну допустим набираете вы необходимое количество сантиметров а на несколько сантиметров больше так вот связали мы полностью весь ваш первый наборный ряд смотрите внимательно чтобы у вас не закрутился ваша полосочка и соединяете все вот таким образом соединительной петелькой мне этот краешек нравится больше поэтому он будет у нас красивым так скажем я перехожу на другую сторону просто соединительной петелькой два столбика первый последний соединяю переворачиваю получается здесь на вязание 3 петли подъема и теперь я начинаю именно уже непосредственно резинку первый будет рельефный лицевой столбик вы уже знаете как вязать а второй будет рельефный изнаночный столбик сзади крючка провязали как обычный столбик по 2 петельки 1 получается у нас рельефный лицевой столбик второй будет рельефный изнаночный столбик и так будет у вас весь ряд весь круг рельефный лицевой столбик 2 петельки и 2 петельки и рельефный изнаночный также 2 петельки 2 петельки скажите не сложно да настолько будет красиво то есть постепенно вот ваш этот круг до ваш диаметром будет уменьшаться потому что за счет рельефных столбиков изделий немножечко сужается но нам как бы этого и надо да смотрите эти вот вы провязываете полностью весь круг и мы возвращаемся к началу смотрите провязали последний столбик соединяем с первым обычной соединительной петелькой 3 петли подъема а теперь повторяем первый ряд там где у нас был рельефный лицевой столбик мы вяжем рельефный лицевой столбик там где был у нас рельефный изнаночный столбик вот до 2 столбик рельефный изнаночный столбик вы даже здесь и не запутаетесь вы просто видите что у вас в первом ряду то и вяжите здесь рельефный лицевой значит вяжем рельефный лицевой дальше у нас будет рельефный изнаночный значит вяжем рельефный изнаночный как бы ошибиться в принципе это сложно да вот и так вы вяжете ведь ряд опять же диаметр еще больше не ну как бы немножечко еще сужается ничего сложного красота эти все ровненько все аккуратненько друг за дружечкой не запутайтесь давайте провяжите полностью весь круг и встречаемся так вот наш второй ряд и уже такая красота посмотрите немножечко так тянется и мы последний наш столбик соединяем с первым столбиком соединили опять 3 петельки подъема и мы опять повторяем первый второй ряд там где рельефный лицевой рельефный лицевой там где рельефный изнаночный там будет рельефный изнаночный для удобства конечно изначально наберите петельки кратные дом все это единственная как бы рекомендация вам а так полностью на ваше усмотрение видите столбик сзади крючка столбик спереди крючка вы даже и не ошибетесь за хоть захотите не ошибетесь ничего считать не надо уже как бы в этом моменте просто вяжите вяжите на нужную вам непосредственно длину вашей резинки кто-то любит тоненькую резиночку кто-то любит широкую резиночку то есть тут вообще на любителя получится очень классно видите ровненько аккуратненько полосочки прям как резиночка да шикарно и тянется и так навязываем до конца ряда и встречаемся смотрите вот я довязала этого получается 5 рядов моем случае и мне этой ширины достаточно так если вы хотите пошире сделать резиночку то вы можете добавить еще несколько рядочков 2 3 и так далее я на этом остановлюсь так делаю в соединительный столбик на соединительную петелечку и теперь я хочу перейти на основное полотно но до этого я сделаю ряд с прибавками прибавки я буду делать через один столбик смотрите 3 петли подъема и сюда же я сделаю еще один столбик а в следующий следующий столбик я сделаю всего лишь один столбик потом следующий будет столбик сюда я сделаю два столбика с накидом то есть вот так вот у меня будут столбики эти 2 1 2 1 2 1 и металл будет достаточно чтобы прибавить так скажем объема и юбочки если вы хотите не сильно чтобы она была пышная естественно делайте меньше прибавок если есть чтобы она была сильно пышная значит можно делать в каждом столбике прибавки понятно да но не забудьте что нужно будет точно рассчитать получается вам ну заранее взять несколько моточков дряньким ниточками вяжите потому что вы сейчас будете естественно наш больше ниточек тратить смотрите какая красота получается и вот так вот мы делаем до конца ряда давайте итак смотрите вот мы довязали ряд с прибавками да я делала 2 1 2 1 2 1 вы можете делать либо 2 2 2 либо 2 1 0 в случае прибавки нам нужны и так соединяем соединяем с первым столбиком не были 3 петельки подъема соединительной петелечкой теперь что делаем дальше 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 мы делаем 4 воздушные петли подъема 1 2 3 4 2 накида и сюда же провязываем столбик с двумя накидами по 2 петельки 2 2 2 2 опять 2 накида и сюда же делаем еще один столбик с двумя накидами 2 2 2 петельки дальше мы сделаем с вами давайте 3 воздушные петельки я не хочу чтобы было слишком дырява так скажем юбка опять 2 накида и сюда же провязываем 2 2 2 столбик с двумя накидами и еще два таких же столбика с двумя накидами и последний вот у нас получается вот такая вот такой веро чик с такой арочкой да что делаем дальше пропускаем 2 столбика 1 2 и в 3 вяжем столбик без накида 3 воздушные петли 1 2 3 пропускаем 2 столбика 1 2 и в 3 столбика 1 2 и в 3 вяжем опять три столбика с двумя накидами 2 3 второй столбик 1 2 3 3 столбик с двумя накидами 1 2 3 есть теперь точно так же делаем 3 петельки воздушные 1 2 3 опять 2 2 накида и сюда же еще три столбика с двумя накидами 1 2 3 пропускаем 2 столбика и в 3 вяжем столбик без накида и так далее так далее продолжаем и вот так вот образом вот такие вот две ручки вяжем до конца ряда а потом дальше покажу что будем делать завершаем наш круг и встречаемся так смотрите вот мы довязали получается здесь по правилам да мы должны соединять но мы с вами пойдем на второй ряд не соединяя то есть нас будет по спиральки смотрите получается вот эти вот веерочки веерочки я пропускала по два столбика да здесь получается тоже по два столбика по два столбика и только в одном месте вот здесь вот я пропустила один столбик так чтобы здесь более-менее красиво вошли веерочки и так вот мой последний веерочек и дальше я сразу же перескакиваю в арку и продолжает тот же самый узор то есть у нас после арки столбик без накида 3 воздушные петли столбик без накида то здесь после арки перескакиваем сюда в эту арочку и делаем столбик без накида у них до утра продолжается 3 воздушные петли и столбик без накида далее у нас идут веерочки до 3 столбика с двумя накидами мы их вяжем вот в эту арочку первого ряда 1 2 3 3 воздушные петли то есть тот же самый узор все то же самое опять 2 накида и сюда же мы вяжем еще три столбика с двумя накидами 2 и 3 дальше после вот это вот веерочка у нас идет столбик без накида и мы его вяжем вот в эту арку арку с веерочками столбик без накида 3 воздушные петли столбик без накида и дальше сюда продолжаем опять 3 столбика с двумя накидами 3 воздушные петли и опять три столбика с двумя накидами так ничего сложного и таким образом мы вяжем до конца вот этого нашего ряда так и там где у нас начинается переход на следующий ряд давайте довяжем я покажу как здесь перейти и дальше будем вот так же по спиральки вязать и так довяжем до этого ряда до начала как высок не запутались вот у вас здесь начинается резиночка да вот смотрим ориентир довязываем здесь покажу как здесь перейти видите красота красота так смотрите видите вот ряд заканчивается да и начинается следующий ряд правильно и мы с вами должны сразу сюда перескочить мы получается продолжаем узор если у нас здесь были веерочки такие вот да с арочкой здесь просто одна арочка то сюда мы перескакиваем и сразу же вяжем веерочек поняли переход из ряда в ряд то здесь ничего сложного и таким образом вы вяжете до нужной длины юбки какую вам надо и когда уже юбка будет связано и покажу как ее краешек обвязать понятно так вот перескочили аккуратненько раз два три уже меняется цвет ниточки видите да еще раз три столбика с двумя накидами 1 сюда же 2 то есть вы поняли рисунок у нас всегда один и тот же просто мы с ряда наряд перескакиваем без соединительных столбиков сюда в эту арочку делаем одну возраст на столбик без накида 3 воздушные петли и столбик без накида и дальше опять продолжаем узор понятно да и вот так вот у нас будет переход и вот такой у нас будет рисунок продолжаем до нужной длины смотрим переход цвета кто вяжет такими же ниточками с переходом за градиентом узор несложны давайте так смотрите например довязали вы до нужной длины да и так сейчас петелечку вытяну как определить где заканчивать смотрите у нас с вами ориентир будет вот это вот ниточка получается мы смотрим на эту ниточку так дает нас веерочек который самый первый был немножко захлёстиком идет и мы вот так вот опускаемся 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 до нашем случае сейчас я показываю что поднимаюсь следим 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 вот видите вот мы дошли до сюда это нас как раз было в начало это окончание значит мы здесь будем с вами делать уже обвязку каким образом обвязку у нас получается с вами есть вот такие вот большие арочки до большие арочки и маленькие арочки в больших арочках будем делать веерочки из пика в маленьких арочках будем делать получается просто столбики с накидом и так здесь будет большой веерочек делаем 3 петли подъема накид столбик с накидом еще один столбик с накидом и еще один столбик с накидом дальше 3 воздушные петельки 1 2 3 потом идем к основании этих петелек зацепляем 2 вот эти вот петельки нет и провязываем соединительной петелькой 1 сразу же и во вторую вот получилось пико дальше опять 4 столбика с накидом 1 2 3 4 и вот у нас такой вот верочек с пико вы можете просто верочками сделать но это скажем я захотела именно чтобы было немножечко так остренько заканчивалась идем дальше маленькая арочка в нее мы провязываем 3 столбика с накидом 1 2 3 нам самого не переборщить чтоб не фал дела до идем дальше опять 4 столбика с накидом заметили да мы сделали два накида а здесь у нас одним накидом 1 2 3 4 3 воздушные петельки 1 2 3 идем к основанию этих петелек захватили одну захватили вторую и провязываем 1 соединительной петелькой 1 и 1 все опять 4 столбика с накидом 1 2 3 4 и перескакиваем следующую арочку маленькую тут на путь 3 столбика с накидом 1 2 3 вот такая красота и так вот мы до конца ряда делаем веерочек столбики веерочек столбики веерочек столбики веерочек до конца ряда вернее до начала ряда заканчиваем потом встретимся так девчат смотрите довязала до конца и получается с веерочка мы начали и веерочек заканчиваем так если бы мы просто вязали веерочки веерочки так было так вот и ручки и ручки веерочки у нас получается тут две верхушки но думаю это будет в процессе движения юбочки это будет не столь заметно все юбочка получается наши готовы смотрите юбочка наша отрезаем ниточку вот и нам надо будет период спрятать так эту ниточку убираем а эту ниточку мы можем закончить как заканчивают петельки сейчас уберу чтобы было видно вам то есть провязывают петельку вот так вот протягивают и имитируют да раз или петельку а потом ее забрали вы продолжили петельку да красиво забрали и вот сюда вот раз так видите петелька в петельку вошла незаметно а сзади сзади получается мы уже здесь вплетаем любую петельку вот так вот так наша девочка практически готова нам осталось только сделать резиночку находим где у нас начиналось вязание если мы вот так и не найдем потому что мы его хорошо запрятали то начинаем любом месте да по ходу хорошо запрятали ниточки попрятали вот нашла и так резиночку я буду делать вот такую специальная резиночка называется еще резиночка спандекс я ее выбрал специально под цвет моей юбочки но если у вас под свет не то то вы понимаете да белый ко всему вот такая вот ниточка может быть у вас какая другая есть я такую нашла в нашем магазине и так берем эту ниточку нашу резиночку и присоединяем к нашей юбочки помните я показывал один детскую юбочку хотелось конечно показать вам на контрасте чтобы было более понятно но я хочу уже показываю вам уже непосредственно и приделывать данную резиночку и так допустим выбираем любое место и нашу резиночку присоединяем и делаем узелочек узелочек необычный узелочек крепкий потому что нам надо крепкий правильно каким образом то есть вначале мы делаем узелок так один а следующий узелок специально кончик оставила по длине и мы делаем 1 поворот так и еще раз так вот перематываем два раза и затягиваем все ничего не случится с нашей резиночкой кончик спокойно убираем и начинаем нашу резиночку скажем привязывать таким образом очень просто то есть нашем случае вот моем да здесь например возможно хватит 2 ряда возможно захочу сделаю три ряда посмотрю то есть я вначале беру вот так вот видите выступающая петелька наших рельефных столбиков вот так вот раз саму резиночку я не тяну в процессе когда мы будем вязать она у нас сама будет тянуться затянет резиночку сделает естественно так вот более упругой и так берем следующую петельку захватываю нашу резиночку и я показывала два способа до предыдущей юбочки что можно провязывать так вот столбиком так а можно провязывать взяли столбик рельефный резиночку и сразу же вот так вот соединительной петелькой мне второй вариант нравится больше то есть вот так и соединительной сразу же петелькой видите в процессе обвязки вот именно вязание резиночка будет сама затягиваться вы здесь не тянете опля и резиночку опля и в петельку как соединительная петелька помните да все смотрите я ничего не тяну вы видите на как уже сама стягивается эти оп-хоп держаться будет шикарно проверено много раз конечно вы можете пришить просто обычную резиночку я покажу вам на не с нашими только белого цвета вот такого я брала на всякий случай вдруг я не найду резинку вот и так вот и и пришиваете полностью тоже будет смотреться отлично она будет запрятана ее будет не видно и держать будет хорошо то есть вот такие вот варианты ну что продолжаем захотите сделать и два ряда захотите сделать и три ряда как у вас душа лежит да как вам надо потуже поплотнее ниточек на сколько хватит и так далее видите на уже затягивается давайте провяжем кто сколько рядов и посмотрим что получается договорились давайте перед вязанием самой резиночки хочу замерить сколько у нас получается сантиметрах пояс до провязывания нашей нашего спандекса 37 сантиметров когда я повяжу еще раз замерю то есть насколько уменьшается резиночка давайте так смотрите вот я решила сделать три рядочка видите вот первый ряд второй ряд третий ряд кто захочет может потом еще сделать четвертый ряд но опять же какая у вас резиночка да то смотрите юбочка такая классно универсальная на любой размер так смотрите вот резиночка она очень очень легенькая очень не тугая совсем давайте я обещала замерить сейчас вот именно с резиночкой ведь как уменьшилась 23 сантиметра было 37 но это не туго это очень легенькая резиночка все здесь видите шла так вот по спирали то есть начала здесь пробить провела круг и спустилась на ряд ниже опять провела круг спустилась на ряд ниже вот здесь я закончила и мне видите сколько еще моточка осталось написано 14 метров а мне еще осталось наверное ну юбка еще точно одна будет если даже не 2 все сделала узелочек затянула убрала нашу ниточку резиночку нашу и дополнительно здесь можно еще так скажем затянуть потом все кончики отрезать убрать чтобы крепко все было все хорошо что резиночка сама по себе тоже зеленого цвета и поэтому будет вообще незаметно опля все еще раз для проверки можем закрепить и будет красота вот таким вот образом так ну вы поняли да начиная от непосредственно резинки как мы делаем наборный край от эластичный мы можем уже определять какую длину будем делать потом мы с вами сделаем делаем резиночку да тоже можем определять что у нас за резиночка будет когда мы добавляем новые петельки мы опять же сам определяем какая у нас будет юбочка по ширине и потом мы вяжем по спиральки по спиральки и опять же сами себе намечаем какой длины у нас будет юбочка то есть юбочка универсальная на любой размер свяжите обязательно не пожалеете данный материал прикольный то есть дырочки есть но не сильные да видите как классно но это думаю будет самое то хозяйка будет довольно все всем ровных петелек не забывайте ставить лайки подписывайтесь если вы это еще не сделали обязательно пишите комментарии свои отзывы и нажимайте на колокольчик чтобы узнать когда выйдет новое видео до новых видео всем пока